8 число ночью было 30 после той оттепели плюсовой сейчас минус 22 туговато но в принципе запустились вот так вот все изморозит холодно капец греюсь и же погрев и заднее стекло сейчас специально чуть прогрелись обороты поднял все дело в том то что чтобы лучше слышно получается я снова записался на промывку печки да это будет третий год подряд в первом году мне печку мыли в ноябре сейчас какой год 23 22 21 год получается потом в прошлом году тоже конец ноября начало декабря я мыл печку у александра и сейчас опять буду мытью александра сейчас у нас типа начало декабря а пятница сегодня вот что сказать короче в понедельник если все нормально будет получится к нему уже заехать на промывку печки суть в том то что промывки печки вот уже третий раз буду мыть те два раза хватало ровно типа да ну вот потолок это середина февраля все потом ты снова едешь ты чувствуешь у тебя на справа начинает дуть холодным как будто не закрыта дверь или давай понятно то есть промывки печки промывать печку необходимо ну по моему режиму типа два раза в год сначала моется ноябрь декабрь первый раз и второй раз феврале тем самым ты ездишь зиму теплым и конец зимы начала весны захватываешь когда тоже бывают заморозки ты тоже ездишь в теплом автомобиле я же прошлые два года в феврале начинала дуть холодным я уже так просто терпел так доезжал зиму и весну с холодной правой стороной такое ощущение что тюнинг марков он будет актуален всегда то есть марки тюнинговали там и в двухтысячных и 2010 это была актуальная машина для тюнинга 2023 это также остается модель актуальным для тюнинга правда сюда уже все пихают в 8 тойотовский и вот так вот он выглядит стильно модно а я собственно иду 27 забирать соляри с мойки печки и я помыли за время моей эксплуатации третий раз и это можно признать официально болячка соляри со от нее никто не избавиться об этом пишут все владельцы итак печку помыли машину забрал шикарно стоит на единички горячий 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 все шикарно все дует горячим при этом хватает даже сидеть просто на вентилятор единичка при том то что если когда немытый был радиатор если ты ставишь тройку очень большую скорость от этого становилось еще холоднее то есть воздуха больше теплого не было наоборот было больше холодного потому что был большой поток и он успевал еще от этого остывать сейчас даже вот на единичке сижу мне прям жарко это прям шикарно это уже третья мойка печки при этом это болячка соляри со сколько уже писали под первым видосом то что даже люди меняют радиаторы отопления она нифига не помогает и все равно она забивается самая первая моя мойка это было два года назад соответственно заезжал на и 100 мыл дорогой химии там было два варианта взял подороже полностью замена была всей охлаждающей жидкости также немного проливали и радиатор и блок насколько там они смогли то есть убирали старый антифриз весь который содержит эту грязь остаточную печку промывали именно дорогой химии была потом замена антифриза и весь эффект горячей печки вау сохранился вот это было получается ноябрь-декабрь помыл и в середине февраля все печка снова чувствую как будто дверь опять открыта дует холодком дверь закрыта это из печки как с правой стороны опять начинала задувать холодным потом в прошлом году я уже поехал отсюда к александру помыть потому что да на дорогую химии уже ездил эффект понятен был теперь давай попробуем вот этим утенком который там супер сила 800 тенге он всего лишь стоит 12000 мойка печки 4 часа работы промывка туда-сюда погоняли и эффект в прошлом году и когда мыл также сохранился до февраля месяца то есть смысл было переплачивать изначально там замена антифриза дорогую химию когда просто помыть утенком это эффект ровно такой же то есть феврале она начала дуть холодным то есть я пришел к выводу то что если и идти по меньшему вот этому пути где меньше затрат просто промывать с утенком лучше это делать два раза в год то есть вот как сейчас начало декабря либо конец ноября и феврале когда опять чуть-чуть только начинает дуть холодным заезжать еще раз мыть чтобы остаток зимы и начала весны докатывать опять же на теплой и горячей печки нежели как это было в прошлых годах что февраль март апрель я еще продолжал ездить уже на холодной опять печки поэтому в этом году опять к александру помыл уже получается всего третий раз у этого автомобиля промывка печки и феврале если опять чуть холодок потянет снова на промывочку помоем и февраль март потому что у нас февраль это зима март это у нас зимний тоже считается месяц идет там в апреле только потихоньку будет теплеть как-то так в общем рад что снова в машине стало тепло тем более это вся еще неделя будет холоднючая стоять только через неделю там будет какая-то небольшая по прогнозу оттепель до нуля даже ну кайф все можно в принципе ехать солярик то есть даже люди пишут под первым моим видео где промывал на и сто с химией люди все равно пишут то что меняют радиаторы печки промывают радиаторы но основные рубашку охлаждения также ну то есть комплексный подход идет но все равно почему-то она забивается то ли от дешевого антифриза то ли непонятно это с блока ерунда такие отслоения благодаря такому антифризу которые забивают собственно радиатор печки то есть не получится типа так вы один раз помыли и вам там на год на два хватит вряд ли вы все равно будете к этому возвращаться и снова и снова то есть это реально болячка соляриса поехали взял литрушку 1100 на доливку машина остынет утром гляну уровень если надо будет то долью утром нового дня все те же минус 27 вдобавок ледяной ветер капец стоят ветру просто уворачиваюсь с камерой в первое после того как естественно автомобиль стоял на промывке в теплом гараже он весь оттаял и когда я выехал он постоял здесь на улице он весь опять замерз то есть опять пришлось все двери просто отдирать потому что они были примерзшие это раз потом капот опять капот не открывался очередной раз зимой чуть не сломал эту фишечку за которую дергать капот обстучал капот еле как его открыл дальше смотрим то что антифриза здесь нет соответственно сейчас долевая остатки пополняю в бачок расширительный и будет запуск здесь до полного немного в расширительный и соответственно пол литра получается у меня ушло на все про все шланги пока дубовые не прожать вообще дубовые еле-еле вот чуть уходит сейчас закрою пробку запущу двигатель и еще на рабочий открою пробку посмотрю пока давление нету без пробки сколько там помпа погоняет чуть оборотов дам и долю еще и в будет ждать пока прогреется вот пока еще не запустил с утра доливаю